Председатель обл. исполкома Анатолий Лис прямые телефонные линии проводит регулярно. Как правило, за помощью к губернатору обращаются десятки человек. Минувшая суббота не стала исключением. Анатолий Лис успел принять порядка 34 звонков. Поступали они практически со всех районов Брещины. Ни одно из обращений не осталось без внимания и ответа по существу. Поступило 34 звонка от жителей Брестской области, практически со всех населенных пунктов, со всех районов. Более саркадного обращения Анатолий Лисович рассмотрел в период работы прямой телефонной линии. На все вопросы были даны либо пояснения, либо порядок дальнейших действий. Ряд вопросов было взято на контроль с целью оказания помощи гражданам в тех проблемных вопросах, с которыми они обратились. В числе тем отопление, готификация, трудоустройство, социальная защита, здравоохранение и землепользование. Один из самых популярных вопросов – функционирование сельских бань. В некоторых деревнях они не работают с лета. Где-то коммунальники предупредили о закрытии с 1 января. У нас не работает баня. С июня месяца закрыли на ремонт. Сказали, в конце 27 августа откроют, не открыли. По словам руководителя области, закрытие бань связано с рентабельностью, а точнее нерентабельностью подобных пунктов коллективного пользования. Но Анатолий Лис поручил ответственным службам проработать возможные варианты выхода из ситуации. Где-то, может быть, захотят принять участие частные структуры, где-то, возможно, подключить местных жителей-энтузиастов. А еще важно изучить спрос. Как бы ни хотелось, но запускать в работу объект, который посещает один-два человека, смысла не имеет. Надо, чтобы были желающие, чтобы люди ходили, а не ради одного или двух человек. Вы же понимаете, баня работать не будет. Поэтому надо, чтобы активнее ходили, чтобы не только вы любили ходить в баню, но и еще соседи ваши. Тогда включим баню и вот посмотрим, посчитаем, сколько, вот к Новому году сейчас включим, посчитаем, сколько людей будет. Если достаточное количество людей будет ходить, то будет работать. Прямая телефонная линия в минувшую субботу длилась дольше положенных трех часов. Конечно, ответить на все обращения невозможно, но губернатор постарался принять максимальное количество обращений. К слову, ни один такой диалог с властью не обходится без слов благодарности. Звонившие поздравляли главу области с приближающимися праздниками, а также благодарили за создание настоящей новогодней атмосферы в городе над Бугом. Анатолий Лис подчеркнул, что за украшение Бреста в первую очередь необходимо благодарить местную власть и тех, кто непосредственно проектировал и устанавливал яркие элементы. Однако отметил, что слышать такие отзывы всегда приятно.